Всем привет и слава Украине! Все будет Украина с хорошо знакомым и любимым вами Романом Цимбалюковым. Привет, Ром, очень рад видеть. Гелас, сократвелас, да, гаумар, джос. Сократвелас, да, Украина, гаумар, джос. Рад вас видеть. Доброе утро. Ром, ну, начнем с вообще вот этот жанр итоги недели, он имеет свою особенность. Вроде бы как новость давно прошла и уже вся обыгранная и так далее, но есть другой момент, нюанс. Потому что мы уже говорим о косменности. Мы уже можем спокойно поговорить о том, что было. Доктор, что это было? Я про вход и выход, выход и вход, зеленого сделала. Прямо как Шарик из мультфильма «Винни-Пух» для Ослика и Ад. Входит, выходит, входит, выходит. Очень интересное сравнение у вас. Ну, на самом-то деле, мы просто увидели, как работает реал политики, и если у группы стран сил больше и больше энергии, то они могут заткнуть, загнать под плинтус кого угодно. В том числе Российскую Федерацию вместе с ее президентом, который до сих пор позиционирует себя как главным историком страны и главным стерхом на территории России. Но здесь вот раз, и все стало на свои места. Причем понятно, что вот эту сделку, они же хотели ее заблокировать достаточно давно. И шаги, которые они делали, создали искусственную очередь с кораблей, то есть не проводили эти досмотры, а если проводили, то вот они там в вещах копались. Ну, в общем, максимально тянули время. Потом раз, и выяснилось, что все работает и без России. И вот это вот ощущение, что, мне кажется, мир, он должен почувствовать, что там, где нет россиян или представителей российского фашистского режима, то вообще все просто. Люди договариваются с собой, люди с разными языками, разными религиями, разными политическими устройствами государствами. Потому что есть интерес, интерес на созидание, на то, чтобы заработать вместе денег, на то, что что-то купить, что-то продать, что-то совместно создать. А вот там, где эти фашисты современные, то все время надо вот выслушивать, а у нас тут особое мнение, мы хотим то, почему вы нас не уважаете. Смотрите, у нас фюрер, у нас Достоевский. Ну, вот это вот вся бредятина. Ну, вот в целом стало ясно, что все работает и, ну, очевидно, если и будет напряжение вот где-то на фронтах, то в Черном море это возможно в случае, вот если россияне снова попробуют заплыть за буйки. Тут есть еще один нюанс, очень важный. То есть, чего не поняли по-новому до сих пор в Москве? На мой взгляд, в Москве не поняли, что вот так делать нельзя. То, что они делают в Украине, так делать нельзя. Они были уверены, по-моему, что вот зерновая сделка, вот заключили зерновую сделку, это же означает, что и Украине, и России можно продавать зерно. Можно. Можно. Но это же не значит, что у России это зерно будут покупать развитые страны. Для этого это никто не обещал. И вот тут им обидно. Ведь что постоянно повторял Путин? Он повторял, блин, говорили про голод в этих самых недоразвитых странах, которые плохая у меня получилась, в странах, которые остаются в своем развитии. А Украина продает свое зерно кому? В Европу. Дело. Ну, давайте все-таки зафиксируем, что Путин, как всегда, включает дурака и пытается всю эту систему немножечко сделать из россиян дебилов, как часто он любит делать. Украина – один из таких весомых игроков на мировом продовольственном рынке. И вопрос тут в чем? Больше продовольствия на мировом рынке, больше зерна везде. Потому что это сообщающиеся сосуды. И никто, вот чтобы он там не говорил, в документах, в инициативе, которая там прописана, там нигде не сказано, каким странам продавать, каким не продавать, как продавать. Там сказано только одно – не нападать на торговые суда. Да. И когда маньяк, ну, то есть Владимир Путин говорит, что они побили наши корабли, которые обеспечивают безопасность, так в том-то все и дело. Нет российских военных кораблей, нет угрозы безопасности. Вот. Поэтому, ну, вот так это выглядит. Ну, все работает, и слава богу. Для Украины, для нас это реально очень важное дело, потому что вывезти такое количество сельхозпродукции поездами просто невозможно. Ну, это важное дело, может быть, и очень важное дело, но скажу так, для Украины это все равно не критически важно, не жизненно. То есть, если бы вдруг, ну, представим бы ситуацию, что не дали бы это сделать. Вернее, если бы это было бы жизненно важно, они бы сто процентов не дали бы это сделать. Не уверен. Видите, тут слишком много заинтересованных игроков в этом процессе. Потому что вот с этой сделкой, как там происходило? Ну, то есть, россиян просто, их просто заставили. И какие там игроки, которые остались за кадром, я вот точно знаю. Это китайская оппозиция. ООН в целом, ну, это, наверное, как западный мир. И там даже африканские страны, с которыми у них же сейчас новая тема в развитии отношений, в связи с тем, что Запад с россиянами общаться не хочет или очень избирательно, то вот они рассказывают, что мы там не в изоляции и пытаются развивать отношения с африканскими странами. И вот оно как бы, ну, тогда возник вопрос, а как же это так? Вы нам тут говорите, там, форум стран Африки, еще что-то. А вот для нас жизненно важный вопрос вы блокируете. Ну, в общем, оно так все сложилось и все работает, и слава богу. Но мы все запомнили, что мир без России, он прекрасен. Да, он действительно прекрасен. Сейчас о чем речь. Кстати, Роман, когда-нибудь пользовались электронной подписью? Ну, у нас это все есть. Мы в этом плане очень развиты. Мы сами пользовались электронной подписью тоже. Я, конечно. У нас просто мега-развитое цифровое государство сейчас. И это заход в налоговые документы. Ну, в общем, у нас эта тема развита. Это я почему задал этот очень странный вопрос. Путин нас уверял, и Путин, и Лавров, и все остальные, у нас уверяли, что правительство Украины подписало какое-то обязательство, какое-то документ, согласно которому он не будет нападать на Черноморский флот. Но оставим в покое бред, бредовость вообще с собой этой идеи. Подписать этот документ можно было только электронной подписью. Кто подписал? Что за письменный документ? Видите, вот эта вся история, она лишний раз просто демонстрирует, что россияне всегда врут. В данном случае Путин врет своей пастве, то есть российскому народу. Ну, российскому народу это нравится. Смысл в чем? Что в рамках этой зерновой инициативы у нас нет никаких контактов с российской стороной. Мы в Истамбуле общаемся только с Турцией и с ООН. И даже там вот Путин, когда он говорил, что Украина дала гарантии не нападения или, как они говорят, не использования этого коридора для нанесения ударов по кораблям ЧФ, мол, мы дали такие гарантии Турции. На самом-то деле, ну, это называется съехать с темы. Еще раз, зерновая инициатива, она не предполагает вот таких вот вещей. В принципе, она не предполагала в начале, сейчас и сейчас тем более. Вот, но, да, все отметили, все поржали с этого, что до Киева за три дня и дайте гарантии, не убивайте наших мальчиков на военных кораблях. Нет, ребята, хотел передать привет крейсеру «Москва», а там есть еще, как же там этот прекрасный новый корабль у них утонул. Иван Бех, по-моему, он назвал, а, Василий Бех. Там нормально этих посудина российских того. Так что, но риторика «Маньяк», она как раз и говорит, что если ты ему подносишь ствол к носу, то он быстро начинает соображать. Морским археологам будущего работы хватит. Работы хватит надолго, я думаю. И самый главный итог всего этого – ни один калибр не был запущен с Черного моря за последние дни. И как абсолютно правильно сказал, но так как я не являюсь гражданом Украины, меня под обострасти обвинить сложно. Причем, президент Зеленский, значит, чем меньше российский Черноморский флот, тем безопаснее в Черном море. И обязательно наступит день, когда мы объявим, что обеспечили Украины полную защиту от российской агрозы как на море, так и в море. Абсолютно. Ну, вообще, что такое инициатива эта зерновая? Давайте просто проговорим. Это исключение из морской блокады. Вот сейчас, в условиях войны, они объявили блокаду украинским портам. Это, вообще-то, акт агрессии. Ну, тут уже я просто к тому, что... Я просто вспомнил статью ООН, там, где описано, что такое агрессия одного государства против другого. Вот там вот так и написано. В том числе была блокада портов. Нет, ну, тут с ними, кстати, тут все понятно, но у них же принцип «А нас-то за что?». Ну, это как в том анекдоте, старый анекдот про антисемитов, говорит, «Давай, говорит, Вась, говорит, а давай, говорит, я там уже до морду набьем». Слушай, говорит, а если он нам набьет, а нам-то за что? Вот эта логика, вот это их логика на самом-то деле. На протяжении многих лет мы слышали одно и то же. Без России, Украина, да, не только Украина, все остальные замерзнут, у них не будет ни электричества, не будет ни тепла, ни света, ну, вообще ничего не будет и так далее и тому подобное. И, как оказалось, опять-таки, все с точностью наоборот. Именно с Россией страна может лишиться электричества и тепла. Хотя даст Бог, вот я, во-первых, я очень рад. Небольшое отступление, я очень… Вот сейчас с первых кадров, как я вас увидел, я сижу и радуюсь. Чему? Я вижу вас в байке. А, ну да, да, мы тут замерзаем. Замерзаем тут просто пять лет. Да, это уже большой, скажем так, это ответ своему раду. Тем не менее, они поняли, что без их газа, без их энергии, без всего остального Украина прекрасно будет с теплом и светом. А что будет, если разрушить политическую инфраструктуру? Света не будет, ну, пока ее не восстановят. Тут вообще все очень просто, и они создали в некоторых регионах, в Киеве, в частности, некоторые проблемы для этого. И, то есть, оно быстро ремонтируется, с одной стороны, с другой стороны. Сто процентной гарантии защиты все равно от этого нет. Я буду говорить за Киев, но это в центральных регионах касается. У нас выключают электричество время от времени. Но, понимаете, они чего хотят? Они же хотят войне победить. А здесь народ, когда сидит в темноте, как бы я это описал. Мы тут медитируем время от времени. Я даже для себя, вот я там стал больше английский язык учить, потому что надо чем-то заняться. Оказывается, а у нас очень прикольно, это реально круто, вот всем рекомендую. Очень часто вместе с электричеством уходит интернет. И ты можешь вспомнить себя, чем ты занимался 20 лет назад, когда ты мог читать книжки, и ничего тебя не отвлекало. Ну и вот, в общем, всем рекомендую. Это что-то новое. Но, тем не менее, в процессе чтения, там, не знаю, кто-то медитацией занимается, кто-то спортом, кто-то гуляет. Но вот эта вот мысль уничтожить всех российских оккупантов, она, понимаете, она кристаллизируется. Все понимают, что или мы их, или они нас. И вот мы пришли к выводу, что лучше мы их. И это, такие горные украинские слова, цена дыхает. Это воодушевляет. Вот и все. Поэтому я к чему? Конечно, иногда нет электричества, люди от этого вообще-то умирают. Кто-то может, кого-то могут, я не знаю, в больницах у нас есть генераторы. Но, тем не менее, вы понимаете, что это... Скорая может приехать, а он на 28 этаже. Да, пока человека снесешь, он может умереть от этого. Ну, это правда. То есть, тут ничего веселого нет. Но, опять же, мы же меряем главной категории. Поможет ли это им победить? Нет. Вообще нет. И точка. А дальше занимаются, а, военные, западные партнеры нам помогают и в плане восстановления, и в плане защиты неба. И все это ведет к чему? И милитаризации Украины. Вот это вот нужно вот просто, еще раз, милитаризации Украины. Девять месяцев войны у нас тут такого появилось. Может, не так много, как мы хотели бы, но факт остается фактом, что мы получили на миллиарды долларов оружия. Круто? Более чем круто. Кстати, поделюсь лайфхаком, потому что лайфхак. Это и то, и другое, кстати, это оговорка по правилам. У нас же 10 лет не было света. Я, правило, когда вернулся в Грузию, это было, я застал 3 года этого всего, но это было, да, в центральных районах, даже в центральных районах Тбилиси, свет давали на 2 часа утра и 2 часа, 3 часа вечера. То есть, где-то с 8 до 10, и дальше, значит, нет, побольше, потому что в 7 часов давали, ну, всегда в 7 часов давали и в 12 отключали вечером. Все остальное время, значит, ну, те, кто, значит, работал, работали, но так или иначе все сидели без света, потому что там генераторы были для дома. Если вы находитесь в свое время дома, я купил большой, этот самый, аккумулятор от Мерседеса, грузового. Заряжаешь его, и, в общем-то, на телевизор и на свет в туалете хватает. Ну, у нас вообще потребление меньше. Роутер, ну, и вот фонарь, который светит. В принципе, все. Ну, это так. Но я сейчас когда подумал, на самом-то деле у нас ведь тоже света не было в результате гибридной войны России против нас. Потому что главное, что экспортировала Россия все это время, это коррупция. Коррупция – это главный экспортный продукт. Почему света-то не было? Летом свет был, потому что Грузия вырабатывает излишки электронных деревьев. А вот в осенне-зимний период с 1 октября по где-то 15 апреля. Почему не было в России? Потому что покупали в России за дешево и продавали курсу за дорого. В этом участвовали наши чиновники и российские чиновники. Вот эти наши чиновники, они были пятой колонной. И вообще, если мы говорим от советского наследства, от советского наследства мы избавились жестко, тяжело, но, так сказать, внутренними ресурсами справились. Наши пятой колонной. За воду и за воду и разобрали станки, продали на металлолом. Свет? Ну, я уже рассказал с этой историей. И так далее и тому подобное. То есть, вас от советского наследства избавляют вот таким вот варварским смыслом абсолютно, конечно же. Но это означает то, что вас уже больше ничего не связывает. Абсолютно. Кроме линии фронта. Кроме линии фронта. Кроме линии фронта. Линии фронта, да. Такая связь очень серьезная. У России появились союзники официальные, потому что Иран признал поставки беспилотников «Хатьма». И так знали это. Да еще и Северная Корея начала поставлять снаряды. С одной стороны, мы можем говорить, ах, какой ужас, ах, какой кошмар. А с другой стороны, это же очень хорошие новости. Почему это очень хорошие новости? Я скажу. Потому, что это означает, что у России нет своих беспилотников. И кончаются свои снаряды. Им нужны эти снаряды. Иначе мы зачем их поставляем? Так ведь? Сто процентов. Более того, что я не удивлюсь, если Иран в обозримом будущем прекратит это делать по ряду причин. Ну, в общем, ему будет не до обеспечения российской армии. Северная Корея. Там тоже интересный момент. Что-то мне подсказывает, что очень многое зависит от китайских партнеров в их решениях. Но факт остается фактом, что есть наш фронт, а есть вот этот международный геополитический взгляд. И все смотрят на Россию и немножечко посмеиваются с Путина и всех. С таким вот, чувак, ты нифига не повелитель стерхов. Ты нам рассказывал о том, что мы должны отступить на линию 97-го года. У тебя нет боеприпасов, чтобы захватить даже Донецкую область. И вот это вот интересно. Хотя, ну, там вот эта опция, нет боеприпасов, с ней надо быть очень осторожна. Потому что на какую-то операцию они могут появиться. Но я говорю о том, что точно нет второй армии мира. Ни второй, ни третий. И вот это вот интересный момент, который все видят, что, в общем, Россию перестали бояться. И, а это был, кроме коррупции, это был еще один такой основной экспортный товар. Вот это вот страх. Страх, русские придут, всех убьют, изнасилуют, разбомбят и так далее. А выяснилось, что у них нет 122-го калибра в достаточном количестве. И это открытие для всей планеты, на самом-то деле. И для нас. Вот если, я вам скажу так, Нангела, вот у нас тоже проблемы с боеприпасами постоянные. Вот реально. Если бы у нас было бы боеприпасов хотя бы половина, как у россиян, мы бы уже воевали где-то в районе Урала. То есть, это вообще задача, которая решается многими странами, нашими союзниками. И я не удивлюсь, что когда-нибудь, ну, может быть, Грузия это не коснется в связи с сегодняшним раскладом, скажем так, внутри Грузии. Но не удивлюсь, что после этой войны выяснится, что советских снарядов и советского оружия на планете больше не осталось. Вообще нигде. Не говоря уже о Восточной и Центральной Европе, странах Африки, Азии. Потому что все производители вот этих боеприпасов, которые не входят в войс зла, это КНДР, Иран, Беларусь и Россия, соответственно, насколько я понимаю, все остальные фабрики, которые есть на планете, производят боеприпасы для Украины. Просто объем, соответственно. Ну, в общем, такая интересная тема, что вот даже по этим боеприпасам становится понятно, кто в какой команде играет. То есть мы уже знаем, например, что пакистанские снаряды, как вот говорят, лучше польских снарядов. Но, правда, про польские там надо больше выяснять этот вопрос, потому что человек, с которым я говорил, он не сказал, это произведенный сейчас или это со складов? То есть, ну, значит, это советское наследие. Но просто с польскими, там, допустим, какими-то ярлыками и берочками. Вот. А пакистанские снаряды, там, 2022 года вообще просто... Но это 155 миллиметров, да? Нет, нет, это 152-122. И речь идет именно о советском калибре. А вот А-155, это, соответственно, натовские. Там тоже вот нюансы. Вот эта тема с боеприпасами, она вообще очень любопытна. Когда Олаф Шольц говорит о том, что мы должны потратить на боеприпасы в течение, сколько он сказал, кому-то 5 лет, 20 миллиардов евро. Представляете, что это? Ну, мы, конечно, можем задаться вопросом, только Германия или все НАТО, или ЕС. Говорит о том, что все так немножечко по... Истощились. То есть, войны такой интенсивности вообще-то... Давайте вот подумаем дело, чтобы так вот использовалась артиллерия. Правильно. Ну да, вот после 45-го года, по-моему, не было. То есть, были конфликты, были там бури в пустыне. Ну, самый большой конфликт – это Ирано-Иракская война, но даже там по интенсивности... Нет, была интенсивность, но там была, грубо говоря, там был ограниченный театр военных действий, там армии были не такие вооруженные, скажем так, чтобы столько стрелять. Да, и вот это интересно. То есть, вот само событие, вот это... Мы смотрим только на одну позицию боеприпасов, и получается, что все и начали испытывать вот этот снарядный голод. Это, в общем, милитаризация будет сейчас такая, что... Кстати, по поводу Северной Кореи. У Северной Кореи есть концепция. Ну да, у них сейчас есть ядерное оружие, но это ядерное... Сколько у них этого ядерного оружия? Что такое ядерное оружие, мы уже увидели ядерное сдерживание. Что такое... Насколько оно эффективно. Ну вот, по поводу Северной Кореи, очень занятная штука. Они в свое время создали очень много боеприпасов, только потому, что... Ну, если вы на нас нападете, понятно, что армия Южной Кореи на голову выше армии Северной Кореи. В техническом отношении, во всем. Но если вы на нас нападете, у нас очень много пушек и очень много снарядов. И мы вас просто забомбим. Да, это теория огненного вала. Вот это самое. Так вот, если они сейчас начнут интенсивно продавать русским эти самые снаряды, они не смогут их просто забомбить. Да, товар такой пользуется спросом сейчас. Ну, видите, вот в теории практики ведения войн. Получается, опять же, все же любят смотреть, как стартуют украинские хаймарсы. Так вот, их же во время Холодной войны и разработали для того, чтобы бороться с превосходящими силами арти... То есть, понятно, два противостояния у Советского Союза и у Варшавского договора. Именно по количеству гаубиц был значительный превес всегда. И вот тут задача в чем? Что у тебя один залп, стопроцентное попадание в вражескую ракету. То есть, Запад пошел по-другому. Не огненный вал, а точечное уничтожение систем поражения врага. И этот подход, он лучше, потому что это дешевле. Тебе не надо для того, чтобы уничтожить что-то, эшелон боеприпасов. Тебе надо два боеприпаса, которые точно прилетят туда, куда надо. И вот это вот тоже так любопытно. Артиллерия, как известно, у нас боги войны называют. И так вот перефразирует известное выражение «Точность, вежливость богов войны». Где-то так. Наш разговор не был бы нашим разговором без приправы. А приправы – это большой, для вас восточный, для нас северный сосед, зверек такой, естественно, называется, который туда приходит как праздник. Были у меня на этой неделе разговоры и с Мишей Самусем, и с Юрием Федоровым. И мы, в общем-то, пришли к очень простому выводу, что да, подтвердили уважаемые эксперты, что в России действительно то, что произошло с Россией за последний месяц, это лишилась центральная власть с монополией наносили. Ну, лишилась и все. И вот, значит, конечно, там не будут ни две системные силы, там еще региональные элиты, но так или иначе были смыслыжены. Пригожин, Суровикин, Кадыров, извините, серьезно, я его не воспринимаю на федеральном уровне, это, скорее всего, пиар-персона такая. И, с другой стороны, ну, вот эта системная сила, это ФСБ, армия и так далее, которые тоже будут сопротивляться. Я, как говорится, в сортах дерьма разбираться сильно не хочу. Но есть нюанс, есть нюанс, что буквально на этой же неделе мой близкий друг Денис Соколов, который сейчас в Польше, он давно очень ехал из России по понятным причинам, он озвучил инициативу создания добровольческого корпуса. Русский добровольческий корпус, который пойдет освобождать Россию. То есть не украинские войска, а вообще как, ну, насколько я понимаю, определенная поддержка есть этой идеи. Насколько это, на ваш взгляд, реальная идея сама по себе? Создать те силы, которые пойдут потом освобождать свою страну. Бога разит. Ну, а пока побоевают с теми, против кого надо воевать. Вы знаете, мне кажется, это такая теория, которая едва ли будет реализована. Вот люди, которые выступают, ну, по сути, наконец-то начали хоть правильные вещи говорить. А то мы же до этого слышали от так называемой российской оппозиции, как они будут на выборах побеждать, умное голосование, дебильное голосование. Ну, в общем, смех. А тут появились голоса, которые говорят, что если ты хочешь свернуть фашистский режим, то надо брать автоматы и этим заниматься. Это уже колоссальный шаг вперед. Но на сегодняшний день я, честно говоря, скептично к этому отношусь. Но, видите, идею надо развивать. То есть, сначала всегда всегда было слово, но в обозримом будущем, скажем так, вот украинская армия, она не пойдет до Москвы, нет у нас таких амбиций, но людей, которые хотят пойти, мы поддержим всячески, может быть, даже отдадим остатки, может быть, передадим, знаете, как... Отдавать остатки не надо, у них своя должна быть, им своя должна быть. Ну, вот я же сказал, что может мы как-то поможем. У нас там просто по российскому ленд-лизу очень много оружия, может быть, ну с чем-то может поделиться. Ну, это так, знаете, такая рамка, но моральная поддержка будет 100%. Самое главное, самое главное, вы очень четко зафиксировали эту мысль. Бороться с фашистским режимом, умным голосованием, одиночными пикетами, сидя где угодно и говоря о том, акции поддержки Украины нужно проводить, я за. Но считать, что эти акции поддержки Украины в Дбилиси, Париже или Варшаве могут изменить что-то в России, акции проводятся в поддержку Украины исключительно для себя. для своего морального удовлетворения. Что касается помощи Украины, волонтерство и так далее, это тоже нормально, но это для того, чтобы выставила Украина, для того, чтобы поменялась власть в России. Кстати, одним из аргументов, знаете, какой интересный аргумент? Мы не хотим, чтобы нам посадили нового Путина. Любого нового Путина. И это очень... Да, да, да. И, знаете, я как раз вот эту мысль хочу развить, что вообще-то уничтожение фашистского государства, не России, как у нас, у нас многие считают, что, в принципе, нужно дальше идти, но я не сторонник этих теорий, потому что, ну, никуда она не денется. Но вот глобально на сегодняшний день, вот уничтожение физическое Путина, это вот реально в интересах российских людей. Вот просто во всех смыслах этого слова. Значит, Путин – это смерть их мужчин, Путин – это бедность. Ну, может быть, кому-то это и нормально, если люди живут в говне, и как у нас там есть такие интервью российских военных пленных, которые говорят, а зачем мне унитаз в доме, потому что, а если будет вонять, потому что, если кто-то не смоет. Ну, в общем, мы не будем разбирать это, это просто иллюстрация, которая говорит о том, что это немножечко другие люди. Ну, вот, если мы говорим о обдумающей части, то, конечно, чем быстрее они повесят Путина или положат мавзолей, это их интерес национальный, это деньги, это жизни, это благосостояние и куча-куча всего такого, которое, собственно говоря, делает нашу жизнь некомфортной, удачной, удобной, делает жизнь такой, когда тебе не надо бояться за своих детей, потому что они же, когда бьют сюда, в смысле, мы убьем всех украинцев, получается, как, ракеты летят и кого-то убивают, только приводит это к тому, что уже провели мобилизацию, и тут уже такие, эти мамы, ну, женщины России еще, они нихера не поумнели, давайте, Герл, зафиксируем, потому что, когда мы видим постоянное видео, вот эти вот, наших мужей, сыновей отправили на войну без подготовки, или там где-то кто-то погиб, а их командиры убежали, как было подсватываю, это прекрасная история, когда российские, российская сторона плачет, что погиб целый батальон, это так грустно, но чего у них нет в их словах, они пока еще не осознали важного, что можно было не хранить своих детей и своих мужей, и это было бы возможным, если бы эти нехорошие люди не отправились в Украину, если бы этих нехороших людей не отправили еще более нехорошие люди на войну, вот когда это начнет доходить, и они начнут это артикулировать, вот тогда будет нормально, но пока еще придется эти батальоны крошить, крошить, кровь, 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 ну, погиб целый батальон, но для того, чтобы понять, а что делал там этот батальон, где он погиб, вот, что этот батальон там делал, ну, на самом деле, на самом деле тут еще один момент, который важный, конечно, он важен прежде всего для граждан России, но я тоже, естественно, мы все думали об этом, так или иначе приходит эта мысль в голову, ну, ладно, вот порядочный гражданин России, вот он уехал, что ему делать, что ему делать, и вот в случае возникновения вот этой альтернативы, военным путем свергать Путина и этот режим, для порядочного гражданина России выбор очевиден, вот что делать, ну, не каждый умеет держать автомат, кто-то будет кашеварить, кто-то будет информационно поддерживать, но так или иначе, это реальная альтернатива свержения России и дело свержения Путина и режима, но дело не в режиме, дело в том, что очень важно, чтобы идеологией этого движения было то, что Россия, хорошо, ушел Путин, Суровекин у нас главный, Пригожин у нас главный, я ставлю на Кадырова, хочу, чтобы Рамзан Дон-Дон был президентом России, я вас умоляю, ну, хорошо, пускай, пускай он будет, и что от этого изменилось, скукожилось Россия, Северный Кавказ отпал, но вот это осталось, и что от этого изменилось, главное, чтобы пришли силы, которые прекрасно понимали, что, ребята, в 21 веке не надо быть империей, не надо никого захватывать, не надо навязывать никому ничего, живите свое, был такой профессор Ленард Мяржин из Тартурского университета, кстати, большой друг Жохара Дудаева умер он уже, значит, в свое время, когда мы с ним дружили, я вам не говорил, Герлок, объясни мне, почему они не хотят строить свое маленькое ФРГ? не, ну, действительно, строить большое, свое большое ФРГ пускай строить, но ФРГ, они, очевидно, рэйх, черт их, пугай, все. Да, ну, давайте, Гела, все-таки зафиксируем, что, вот, спустя 9 месяцев войны, наконец-то, диагноз поставлен вслух, что вот эти хочешь изменений, они возможны только силовым путем. Или автомат этого режима по-другому не получится, конечно, конечно, естественно, по-другому не получится, потому что у этого режима очень много лиц, и Путин это только одно из его лиц. И Ельцин, после того, как он напал на Чечню и сравнял грозную с землей, было же понятно, очевидно, кто это, что это, кто эти люди. Но мы все говорим о демократической Ельцинской России. Но, ребята, Сухуми бомбили демократические российские самолеты. Юго-Осетинский сепаратистский режим танками поддерживали демократические российские танки. Сейчас они православные, тогда они были демократические, но от этого легче никому не было. Поэтому, ну, я думаю, что сейчас то, что произошло за эти пока еще не 9, но скоро будет 9 месяцев, это было чудо на Висле, которое остановило чуму в свое время в Европе. Сейчас мы увидели чудо на Днепре. Поэтому еще увидим. А, кстати, чуть не закончил. Что с Херсоном, как вы думаете? Да, ну, что, грабят город, вывозят все, но переходят на другой берег. То есть, вопрос освобождения Херсона будет решен украинской армией, а дальше вот станет большой вопрос, что дальше, потому что у них там удобно, не будет этих логистических проблем для ведения борьбы, они там строят линии обороны, ну, и плюс есть такой момент, что масса народа будет задаваться вопросом, что дальше, сколько будет длиться война, ну, понимаете, у нас я за то, что позиция Украины понятна, освобождение украинской территории, но мы объективно сильно зависим от боеприпасов западных и вообще помощи в целом, поэтому тут будет вот эта вот борьба, будут вот эти вот разговоры, ну, в конечном итоге все будет так, как нужно Украине. Конечно, несомненно, потому что и Запад очень сильно зависит от того, как закончится эта война, и это зависит не от решения в кабинетах Брюсселя и Вашингтона, это зависит от той объективной реальности. Форсировать Днепр точно никто не будет, я не военный эксперт, но даже я понимаю, что форсировать Днепр не имеет смысла, хоть пойду. А чего? Мы же на левом берегу, нам что ли? Зачем? На левом берегу есть... А если надо, ну, можно комбинированные способы использовать. Ну, то есть, тут военным виднее, ну, вопрос просто в другом, я к тому, что вот Херсон, как мне кажется, я не знаю, сколько это займет время, это может месяцами еще длиться на самом-то деле, Херсон будет освобожден, и дальше вот будет некая пауза, пока Олаф Шольц произведет боеприпасы, но не только он. Нет, но если лишний месяц сохранит хотя бы одну жизнь, я за то, чтобы этот месяц был. Ну, да, тут понятно, что жизнь самая главная, ну, да. А в остальном, ну, да, верим в СССР, и слава Украине. Героям слава. Спасибо, Гилла. Спасибо. Спасибо.